Я приветствую вас, друзья! У нас сегодня очередная сказка. Очередная волшебная плата. Мальчик, волшебную галочку. Банально сказать, конечно, ускоритель трехмерной графики. Но, скажем так, ведь каждый из нас, который открывает любую трехмерную игру, на что делать? Он угрожает свою сказку. Все трехмерные игры представляют собой сказку в той или иной плоскости, в той или иной степени. И вот эти устройства нам помогают окунуться в эти сказки. Блжебная страна! Какой успех я там имею! Какие там парикмахерские! Какие там духи! Вино, которое мы пили с вами в волшебном кабачке, из волшебного бокала, было сказочно прекрасно! Мы уже с вами разбирали по подобную плату подобный продукт, но на базе это X-3090. И эта плата, ну, как-то уровень чуть-чуть поменьше. Перейдите ниже. А еще ниже. А еще? Ну, вот так, как-то. А, любой мне, любой! Это X-3080 от той же компании. Полит из красивой топовой серии «Гель-крок». Видно, плата большая, массивная, красивая. Ну, и посмотрите, а разве это не сказка? Разве вот это не красота? Да, конечно, с таким ускорителем лучше всего играть в трехмерные игры какого-нибудь такого сказочного плана. Такие волшебные, красивые, там, не знаю, типа, золушки, что-то такого рода. Ну, конечно, в принципе, для всяких там гонок аркад пойдет. И очень даже подойдет. Система охлаждения практически не претерпела никаких изменений по сравнению с X-3090. По сути, мы видим тоже полностью та же самая система охлаждения. Перед нами, по сути, та же самая плата. Ну, отличие, я сами понимаете, только в том, что там стоит меньше памяти и стоят урезанные по блокам чип. Выводы обычные. Три дисклей порта, один HDMI, ничего нового. По питанию такая же мощная система. Три, не два, как мы видим, а три, восьми контактных разъема. Плата обладает двумя копиями BIOS. Ответственно, плата может работать на чуть более высоких частотах, чуть менее высоких частотах. И в зависимости от этих режимов настраиваются вентиляторы по-разному. При принципе, системы охлаждения тот же самый, что и BIOS, что мы видели раньше. Самый крайний вентилятор продувает насквозь. Два левых продувают. Радиатор воздух выходит вверх. И вниз от плата. Можно сравнить точно такой же 3090. Для таких целей. Сам ее поставил в рабочий комп. Вот у нас установлена плата такой же серии, но на базе 3090, а вот 3080. Поэтому вы можете убедиться в том, что платы совершенно одинаковые. Просто. Можно легко перепутать. По сути, отличия только вот в этих маленьких, маленьких, этих мелких наклейках. А, ну еще, конечно, мы видим, вот, по отсутствию, либо наличию поддержки NVLink, он же SLI. У 3090 он есть, у 3080 его нет. Что входит в ее состав? Комплект поставки. Ну, пресс-славутый переходник питания, адаптер, который, в принципе, тоже сейчас никому такой не нужен. Более интересная вещь это поставка под плату кронштейн. Мы подобное решение видели уже и на 3080 серии, и на 3090. Ну, как я уже отмечал для серии GameRock, данная форма кронштейна, ну, не совсем подходит, поскольку он будет упираться в ту самую красивую инкрустацию. Вот, видите, где уровень крепежной планки. Соответственно, кронштейн будет здесь же, на этом же уровне. То есть он будет идти, падя что-то, вот здесь. Мы все его не начали так вне поставить. Мы вот здесь у него упираться. Конечно, это решение не продумано. Конечно, для данной серии нужно было придумывать свой отдельный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!